Привет, друзья! В эфире снова Ньюсбокс. С вами Мария Арнаут. И снова пора свежих актуальных новостей. Берите попкорн, усаживайтесь поудобнее и поглощайте информацию, ведь мы для вас сгенерировали все самое актуальное. Путешествие в будущее. Группа «Руки вверх» представит свой новый клип. Дуэт «Две Маши» и их сольный концерт. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Совсем скоро зрители смогут увидеть новый клип группы «Руки вверх» на песню «Когда мы были молодыми». Участники группы и их друзья предстанут в образе 70-летних дедушек, которые ничуть не уступают молодым. А кто из звезд принял участие в съемке клипа и как это было, узнаем в репортаже. В этом году легендарной группе «Руки вверх» исполняется 20 лет. Именно к этому событию приурочен выход нового клипа группы на песню «Когда мы были молодыми». Зрителям расскажут историю о том, как спустя много лет известные и всем, но постаревшие артисты встретятся вместе и вспомнят молодость в Доме престарелых «Надежда». В клипе приняли участие Сергей Жуков, Шура, Андрей Григорьев-Аполлонов, Стас Костюшкин, диджей Грув и Алексей Рыжов. Режиссером стал эстонский клипмейкер Хиндрек Майсик. Прекрасное событие, которому мы должны сказать спасибо все вместе, Сереже Жукову, потому что на ужин-то всех не собрать в таком составе. И огромное спасибо, конечно, всей команде, которая здесь. Не зря я сюда привез пиццу, еду всякую различную, чтобы здесь ее ели. Ну и, конечно же, безусловно, это эпохальная история, которую мы запомним на все время и будем вспоминать это и показывать своим детям, надеюсь, своим внукам. И я думаю, что эта работа будет являться позитивом всего нашего настроения. Она перенесет вас в те времена, которые наверняка вы уже были, и в новые времена, которые сейчас уже есть. И напомнит о том, что есть такие артисты, и уже для вас они, может быть, уже совсем взрослые, но для каких-то людей, конечно, нет. Поэтому я очень рад, что сейчас снимается это видео. Спасибо еще раз Сереже. Спасибо всей команде. Я думаю, что будет круто! На радость участвую в съемках клипа нашего любимого Сережки Жукова. Очень понравилась идея, согласились сразу, долго не думали. Ну, что еще сказать? Будем ждать окончания съемочного дня, будем ждать банкеты и результатов. Съемки клипа проходили несколько дней. Перевоплощение каждого из героев в 70-летних дедушек занимало около двух часов. Однако сами артисты были только рады увидеть то, как они будут выглядеть в старости. Честно вам скажу, во-первых, я от клипа жду улыбки, улыбки зрителей. Потому что он действительно забавный, и посмотреть на нас, пожилых, с одной стороны, ужасно, честно вам скажу, а с другой стороны, забавно. Еще что я ожидаю от клипа? Очень простого, очень простого. Чтобы потом, когда я буду таким же старикам, сравнить себя, а правы ли были гримеры, когда делали мне этот образ, этот грим? Группа «Руки вверх» уже на протяжении 20 лет не перестает радовать своих поклонников запоминающимися песнями, яркими выступлениями и жизненными историями. Клип на песню «Когда мы были молодыми» определенно не станет исключением и наверняка будет оценен зрителями по достоинству. Будьте молоды, счастливы, в душе, всегда оставайтесь такими, какими вы помните себя, вот в самые прекрасные годы в своей жизни, и будьте похожи на нас, у Бога. Мы надеемся, что в 70 лет мы будем выглядеть не хуже, чем сейчас, а всем ветеранам, которым сейчас за 70-80, главное, чтобы душа была молодая, знайте это. Обязательно смотрите крутейшие видео, когда мы были молодыми. Да! Группа «Две Маши» – это уникальный перспективный проект, состоящий из участницы проекта «Голос» Марии Зайцевой и хип-хоп-исполнительницы Маши Шейх. Девушки сразу громко заявили о себе и теперь с уверенностью дают сольные концерты. Как же прошел на этот раз их концерт в клубе «Рэд» в репортаже Даны Ройнберг? Случай судьбы сводит двух девушек несколько лет назад на острове. После знакомства с друг другом рождается идея совместного творчества. Дуэт «Две Маши» на сегодняшний день уже зарекомендовал себя как яркий и перспективный проект. Этой осенью девушки решили порадовать своих поклонников своим сольным концертом и двухчасовой программой. Представили половину нового нашего альбома, часть этого альбома. Представили себя, представили своих музыкантов и представили свою любовь. В дуэте «Две Маши» у каждого своя задача. Маша Зайцева пишет музыку, а за стихи отвечает Маша Шейх. Девушки нашли себя и сумели с гордостью поделиться этим со слушателями. Поклонники встречают дуэт бурными эмоциями, а чуть позже подпеваются песни наизусть. Пришли поддержать и сказать напутственные слова коллеги по шоу-бизнесу. Девчонки, так держать. Я не хочу ничего желать, потому что все супер. Терпение и так держать. Быть может вы нам откроете этот секрет? Две Маши, а не какие? Две Маши равно музыка, настоящая, от души. Они молодцы, что они объединились в дуэт, и у них очень интересная музыка. Хочу пожелать девочкам, чтобы у них все получилось. Вот. И мне очень понравился концерт, правда. Несмотря на то, что коллектива нет еще и года, перспективы на дальнейшее развитие уже видно невооруженным глазом. Их интересно слушать. За ними хочется наблюдать, и они точно не похожи на других. Нам пришла пора прощаться. Завтра смотрите дайджест. Все самое интересное за неделю. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Мария Арнаут. Улыбайтесь чаще, а мы вам покажем лучшее из нового. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова